Здравствуйте, меня зовут Мира, я бутылевский консультант в художественном магазине Art Quartal на улице Гражданская, 12. Сегодня я хочу вам сказать про маскирующую жидкость от фирмы Шминки. Она уникальная, есть разные объемы и форматы. Вы можете использовать как кисточку, как и контур. У нее отличное преимущество, она совсем не имеет запаха. Вы можете использовать ее в различных техниках, для акварели, для акрила, даже для тех, кто использует ее для масляных красок. Сейчас в нашем магазине проходят акции и скидки на эти товары. До 20%. Сегодня мы с вами потестируем маскирующую жидкость от Шминки. Использование очень простое. Мы просто наносим на кисточку сначала, потом переносим на бумагу в тех местах, где мы хотим оставить белый след. Жидкость плотная, хорошо наносится и совершенно не имеет никакого запаха. По текстуре напоминает обычный клей. Маскирующую жидкость нужно наносить только синтетическими кистями. После использования кисточку нужно будет хорошо промыть, чтобы жидкость не оставалась на вашей кисточке, кисточка не засохла. После высыхания маскирующей жидкости она становится как пленочка. Теперь можно наносить либо акварельную краску, а акриловую, какую любите пользоваться. Я буду использовать акварельную краску. При нанесении краска с легкостью слезает с маскирующей жидкости. Также вдобавок мы можем использовать различные материалы, например, как тушь от Сен-Элье. Также сверху мы добавим с вами краску голым после того, как акварель подсохла. Голден также хорошо засчитается маскирующей жидкостью. Осталось немного подождать, когда наша краска и медиа подсохнут. Наша работа высохла, теперь можно ее снять. Она снимается легким движением. Как видите, маскирующая жидкость аккуратно снимается. Все места мы наносили, оставляя все до мелких деталей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова